Последняя. Да, одинокая-одиночка. Её надо куда-то деть, да. Всё, забираем. О, красота, да? Обалдеть. Опа! Это был жареный чеснок. Так, и сейчас готовим что мы? Да. А сейчас мы сделаем соус для этой рыбы. Не, ну мы суши же не будем есть, да? Нет, мы суши не будем. Я же надеюсь, пойдём спрашивать духового печи, да? А то вдруг нам нужно для соуса сливки, пармезан, чеснок и укроп. И сковородку. Мы будем делать условно не классический соус бешамель. То есть в бешамель у нас идёт ещё мука, мы муку не будем класть. То есть, скажем так, на мой взгляд, муку кладут в этот соус, если его собираются подавать несколько раз. То есть, когда ты начинаешь подогревать что-то, приготовленное со сливками, то сливки могут разойтись на масло и белые хлопья. И когда туда кладут муку, мука стабилизирует это всё. А так как мы это сейчас съедим, то есть мы польём рыбу с овощами, то мы не будем класть в муку. Значит, что... Я смогу купировать, что слышу бешамель? Ладно. Слушай, ну, хорошо, детей сейчас вы не берёте, бросаете их. Да, сейчас мы бросаем... Я тебе этого не говорила. Я вообще даже не намекнула, что вы их бросаете. Мы их... Мы детей оставляем под ответственность старшего сына, которому 13 лет. Он же может сам за собой и за сестрой присматривать. Нет, просто с целью в мужестве детей, я думал, может... Ну, его и сестру. А, ясно. Двое детей, но под ответственность старшего. Понятно. То есть он следит за собой. И здесь, кстати, вот следит он замечательно. Он такой сразу же самостоятельный, ответственный. И мне что, просто жуть. И команда, сразу же команда раздаёт. Сразу такой покровитель становится. Ну, слушай, какой самый долгий поход у тебя был в этот... В горы. Самый долгий поход это был поход 10 дней. Нет, здесь я имею в виду. А, здесь? Здесь я далеко не ходила. Здесь... А, нет, ну, мы с детьми ездили... Самый длинный поход у нас был в Олимпике. 10 миль мы шли 10 миль. Скоро включите? Да, да, я сейчас включу. Мы шли 10 миль, ставили лагерь, ночевали. Вот, на следующий день мальчики шли на гору. А вот, а мы с дочкой сидели в лагере, читали книжки. Вот это, наверное, был один из самых таких... Таких долгих, извините. Вот. Это, наверное, был один из самых длинных маршрутов здесь. А так, в принципе, ну, по длине маршрута и по времени пребывания, это у нас обычно вот здесь дольше одной ночи не было. То есть, два дня. А вот, а так, в принципе, были маршруты, куда мы ходили 16 миль с подъемом на гору. То есть, ну, это был однодневный хайк. То есть, ты здесь практически все хайки, наверное, обошла, да? Самые легкие только. То есть, есть хайки, на которые меня супруг даже не пытается брать, потому что... А у тебя не было желания на гору Лене подняться? Нет. А у меня у меня кофейка была, подняться на гору Лене в солнечный день и по столе с второго схезла, как он выкатил. Поднялся? Нет. У меня супруг ходил на бейкер. Я доходил до ледника. Дошел до ледника, у меня желание пропало уже все. И надо было возвращаться домой. Мы сейчас чуть-чуть подзолотим, подзолотим припустим чеснок. Это вот у нас уже желтенький, это чеснок от овощей. Слушай, они путься так, что у тебя дети больше жизни не будут... Пересытились. Пересытились, они не будут хрить. Я об этом много думала. И вот, знаешь, я поняла, что есть такая штука, как пример, что ли, родительский. Вот, опять же, если уйти от гор, то вот занятия спортом. Меня никогда в жизни не водили на спорт. То есть маме было некогда, все были заняты, да. Но при этом моя мама, то есть я уже, наверное, в классе в пятом была, моя мама ходила сама на фитнес. И я после школы... Почему-то я после школы с ней попадала. То есть кроме этого в моей жизни никогда спорта не было. И сейчас я понимаю, что благодаря этому я все-таки открыта для него. Также я очень надеюсь, что мои дети, благодаря тому, что в детстве вот их поводили, показали, что такое может быть. То есть да, я думаю, что сейчас у них будет длинный перерыв в жизни, подальше от гор. Но когда начнется период студенчества, я очень надеюсь на то, что им захочется как-то отвлечься, развлечься. И это именно будет то времяпрепровождение, которое они выберут. Потому что они знают, что они это могут, они это пробовали, они это знают, и у них это получится. То есть я очень на это надеюсь. Где наша гламурная соль? Гламурная соль. Вот, давай гламурную соль. Мы чуть-чуть это присолим. Мне кажется, в артеранах есть бывают такие гламурные артеранах. Стоят соломки, там три соломки. Черная, какая-нибудь розовая и зеленая. И сесоль. И сесоль, да, здесь? И сесоль. Что с ней не делаю, она вся на один вкус. Ну да. Чтобы надеяться, что соус у нас получился. Ну, блин, вот это вот. Главное, чтобы он теперь не застыл до рыбы, надо было его подождать рыбу. Ага. Все. А рыба у нас сколько минут? 15. На глаз. На глаз, да. Все. Отставляем наш сад. Включаем. Так, возвращаемся. Через 15 минут. Да. Да. Так.